Быстрее и точнее всех в России и Европе. Раменчанка Наталья Машарова стала лучшей на соревнованиях по очереди биатлону в Калуге, Франции и Нидерландах. Первый этап Кубка Европы проходил в Калуге. На родине, как говорится, проще бежать, потому что дома помогают стены. Было две личные гонки, спринт и индивидуальная гонка. В спринте я одержала победу и в индивидуальной гонке тоже соответственно. За месяц шесть медалей. Все золотые, все в копилку не только Раменского и области, но и России. Лидерство в женском матчере наша спортсменка доказала и отечественным, и европейским биатлонистам. Спорт и ее большая, огромная жизнь. И вот два года назад, скоро будет два года, как она пришла ко мне и начала заниматься очень серьезно этим видом спорта. За полтора года она наверстала все упущенное. Начала она с призовых мест. Теперь мы с ней добились чемпионских медалей, золотых. Ну и как бы своим трудом, просто трудом, так никто не трудится, как Наташа сейчас, добилась очень огромных успехов. В Европе я была в двух странах, в Нидерландах и во Франции. В Нидерландах проводились международные соревнования. Я поехала в составе сборной России, так как отобралась с калужских соревнований. Там также мне удалось одержать победу, но было очень тяжело. Я выиграла совсем немного, буквально 4 секунды вырвала, добегала на характере. Борьба была очень тяжелая, но удалось выиграть. Наталья Машарова – единственная спортсменка из Московской области, достигшая таких результатов в вачере-биатлоне. Только вдумайтесь, на уровне России нашему городу приходится соперничать с регионами, на европейском – с национальными сборными. И как же все-таки приятно, когда Раменское приносит победы всей стране. Получила самый главный первый кубок, который разыгрывался во Франции – это кубок Европы по ран-ачере, потому что летний называется ран-ачере. По мужчинам первое место занял немец Марка, так что у нас теперь два родоначальника кубка Европы. Было немножко тяжеловато, так как другая страна, немножко было по-другому, нежели у нас проводится в России. Были другие установки, были другие условия, но пришлось собраться из последних сил и сделать результат, так как морально понимала, что за меня переживает мой тренер, моя команда. Погода – не повод для отдыха. Уникальность очеребиатлона во все сезонности. И Наталья продолжает подготовку к следующим турнирам и к следующему золоту. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев. Для программы «Городские вести». Продолжение следует. Продолжение следует.